И так, четвертая комбинация наша, она довольно сложная именно в плане психологическом, так как здесь нужно сделать нырок, скажем так, или даже не сколько нырок, сколько просто подсесть. Она применяется, очень хорошо применяется от боковых ударов, именно вот этих вот размашистых уличных ударов. Твоя задача подсесть, пропустить удар над собой, после этого удара противник всегда, 100% он уходит на сторону в такую стойку, то есть он валится немножко и наклоняется вперед. То есть твоя задача подсесть, заставить его наклониться, сделать накладочку, сверху руками прихватить за одежду или за голову, сразу пробить колено в голову, локоть сверху и потом уже за одежду скрутить. То есть как это нарабатывается стенью? Стенью ты просто делаешь резкий подсед, то есть как бы падаешь просто на ногах. Не просто приседаешь и наклоняешься, а именно с ровным корпусом стараешься сесть на ногах. Очень часто ребята хотят наклониться, это неправильно, у тебя нету равновесия, ты сам упадешь раньше, чем противник, тебя ударит или головой воткнешься в живот просто. Задача просто подсесть на ногах резко. То есть ты сел, отсюда наложил раз, локоть два и вернул за одежду. То есть имитируешь как бы такую резкое рывковое движение. На мешке тоже можешь отрабатывать просто колено и локоть сверху. Как это с напарником работать? Сейчас покажу. Итак, с напарником эта комбинация, конечно, жестко не наработается, но тебе просто надо в голове включить этот момент работы захвата и сразу нескольких ударов с толчком. То есть думать некогда, скажем так, особенно если противника двое-трое, он бьет боковой, резко подсаживается, противник пальца, всегда он будет в таком положении. А я, когда поднимаюсь, я остаюсь как бы сверху в доминирующей позиции. Отсюда я двумя руками прихвачиваю голову, но лучше одной рукой смотить за одежду, за футболку, куртку, не важно что-нибудь. А второй загрузить голову, чтобы он не мог подняться. И отсюда я как бы наклоняю голову и сразу пробиваю правое колено. У меня задняя нога с нас точка заряжена уже по удару. И я пробиваю правое колено, в нос, подбородок, не важно. Делая удар, я уже его расслабляю. И отсюда бью локтем по затылку. Обычно удара локтем по затылку с головой хватает, чтобы человек поплыл однозначно. Если не потерял сознание, то точно поплыл. После этого удара, когда он уже плывет, я этой же рукой делаю захват за одежду и просто стягиваю его вниз на землю. Если противника вдвое-трое, я дорабатываю его один разочек ногой, расслабляющей, скажем так, и работаю уже с другими. Если он один, просто его успокаиваю и иду своей дорогой дальше. Еще раз, твоя наработка. Как это все? Довольно быстро. Раз. Бам. Бам. И стяну. И с обратной стороны. То есть с этой стороны. Подсел, наложил сразу. Я встаю и я уже ищу за что схватить. Одежда, голова, колено, бам, локоть, бам. И уже отсюда просто двумя руками я его тяну как бы на себя. Он упадет однозначно, потому что его положение, у него корпус уже впереди, то есть он уже валится сам. У него нет устойчивости, у него нет опорной ноги. И он сразу летит уже вперед. Мне достаточно просто потянуть. Если это такой какой-то здоровый кабан, да, то есть я подсаживаюсь, накладываю и чуть-чуть уже подтягиваю. Я ему пробиваю раз-два, расслаблю. Если он какой-то здоровый, мне достаточно просто сделать тайскую скрутку, так называемую. Это подставить свою ногу под опорку. То есть раз. И ему вообще некуда туда идти и переступать. Вот это нарабатываю. Конечно, такую комбинацию лучше всего нарабатывать с напарником, чтобы он имитировал эти боковые удары, а ты резкий подсед. И сразу свою грудь на танк. Тренируйся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!